Как мы уже не раз говорили, у нас очень большие проблемы из-за санкций со строительством жилья. В свое время стало известно, что целая государственная программа строительства жилья на триллион рублей оказалась под угрозой срыва. И в свое время, несколько эфиров назад, мы обсуждали, что власть, в общем-то, элегантную, в кавычках, вышла из ситуации и начинает строить деревянные избушки многоквартирные. И такие власть построила. Власть в Вологде построила деревянную многоэтажку с помощью специальных панелей. Вот так это выглядит, такой образцово-показательный домик на 32 квартиры. Эксперты утверждают, что эта технология называется CLT. А по сути это просто очень толстая фанера. Я могу без смеха, простите. Очень толстая фанера. И ее главный минус, это, говорит, утверждает эксперт, психологическое восприятие рядовым россиянинам любого деревянного сооружения в качестве избушки. И пикантные подробности, значит, то, чего пытались избежать, возможно, власти, стоимость этого жилья дороже, чем обычного. А строит только всего лишь одна компания во всей России. Поэтому и дорого, поэтому и дорого, да. Вот как такое бывает-то? Как такое возможно-то? Слушайте, ну понятно, что вот это позорище, это попытка уйти от лишних расходов, это единственная цель, на которой чиновники могли бы пойти на такой позор. Потому что, ну понятно, что строить из камня, из кирпича, из бетона гораздо дороже, нежели из быстровозводимых каких-то конструкций, да, из панелей вот этих вот ДСПшных. Но в целом результат-то получился обратный, даже на этом этапе чиновники не могут добиться желаемого результата. Для них, да, сделать хоть из дерьма и палок, из чего угодно, лишь бы не тратить лишние бюджетные деньги на переселение людей из ветхого аварийного жилья, детей-сирот, граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для них вот чем дешевле, тем лучше. Когда мы с вами слышали о том, что вот стали строить квартиры там по 19 метров, или там по 20 метров, ну просто какая-то конура, в которой вот кухня, знаете, там выходишь, там душ, а за навесочкой, там туалет стоит, унитаз, да, вот так вот уютный и комфорт. И там и спишь, и ешь, и все остальные дела делаешь. И ну понятно, что это нечеловечные условия проживания, это точно нельзя назвать жильем третьего тысячелетия. А вот эта конструкция, вот эта картина, она нацелена на то, чтобы сократить бюджетные расходы, а то, что это все не долговечно, ну не так долговечно, как строение из бетона, да, из стекла, это, как говорится, уже никого не волнует, не интересует. Посмотрите вот ситуацию с системой здравоохранения, вот эти ФАПы, их из чего строят, вот эти вот дешевые панели, которые, не знаю, гаечным ключом, открывалкой можно просто настолько изуродовать, да, можно дверь там прорезать, прорубить. Ну понятно, что это строится не на века, мягко говоря, да, в кавычках это слово, это строится авось после нас, пусть хоть трава не расти, да, вот это, вот этот тезис, который мотивирует свои действия власти. И здесь абсолютно тот же пример, да, и это не только вопрос долговечности, это вопрос шумоизоляции, это вопрос в целом, да, различных сторон нашей жизни, где люди не будут так комфортно себя чувствовать, как они хотели бы, да, но покуда в нашей стране установлена власть богатых, и диктатура этой власти будет, соответственно, в их пользу, да, то есть законы, которые разрешающие вот этот бардак, да, многоэтажки, многоквартирные дома из дерева, но это же просто, это же просто какой-то позор, да, и если ладно бы там, мы говорили о хотя бы частных домах, которые строятся и людям передается, но здесь еще можно хотя бы свое жилье, да, хотя бы там какой-то небольшой участочек, быстро возводимое жилье, наверное, в этом было бы какое-то оправдание. Но я даже не представляю, как люди будут здесь жить, и насколько эта конструкция простоит. У нас дома из камня, да, очень быстро приходят в негодность, потому что у людей нет возможности содержать это, у них просто уровень дохода и достатка не позволяет большую часть года отапливать это жилье, а во вторую очередь его капитально ремонтируют, там, следить там за его надлежащим состоянием, потому что, во-первых, это не чистые на руку управляющие организации, которые под крышей контролирующих органов и судов ничего не боятся и максимально извлекают прибыль. Так еще и помимо этого, ну понятно, что у людей нету просто столько денег. Здесь же, здесь же, я думаю, что в негодность придет достаточно быстро все, к сожалению. Продолжение следует...